Вы смотрите интервью для портала «Столица». Меня зовут Ольга Петрова. И у нас в гостях Анна Липяев, которая с 1 февраля станет новым директором русского театра. Анна Липяев, здравствуйте. Здравствуйте. Анна Липяев, расскажите, почему вы решили подать свою заявку на эту должность? Ну, я работаю в театре два года. И поскольку уже были сделаны такие интересные планы, то хочется их реализовать. Расскажите, чем вы занимались эти два года в стенах русского театра, чтобы люди понимали, что вы не случайный там человек. Действительно, я работаю два года уже директором по развитию. Это такая большая административная работа, которая прежде всего связана с координацией работы всех отделов, формирование структуры и частично формирование бюджета. Поскольку у нас была неординарная ситуация, то есть у нас директор исполнял две обязанности – и директора, и художественного руководителя. Поэтому очень большая часть работы такой административной была на мне. Знаете ли вы именно тех, кто вместе с вами претендовал на эту должность? Нет. То есть это закрытая информация? Открытый конкурс, закрытая информация. И никаким образом к вам не просочилось? Нет, абсолютно. И здесь хотят, и там хотят. Нет, ну, знаю то же самое, что знают все. Было 13 заявок, потом 6 кандидатов, 3 кандидата. Это все, что мне известно. Я думаю, всем остальным. Как долго это все продолжалось? Были какие-то с вами собеседования, беседы? Ну, заявки нужно было подать 1 декабря, и вот недавно был объявлен результат конкурса на прошлой неделе. Аннелли, расскажите, как принимаются решения в стенах русского театра? То есть иногда мы видим какие-то новости о том, что, ну, например, снятие спектакля и комментарий от директора. Но ведь это решение не единолично директора, верно я понимаю? Это все-таки как-то коллегиально принимается или нет? Нет. Это решение всегда принимается коллегиально. Еще раз напомню, что Светлана была и художественным руководителем, и директором. Но это не значит, что это решение приняла она сама лично, потому что ей так захотелось. Нет, конечно, смотрится статистика, смотрится, сколько спектакль играет. Играет большую роль заполняемость зала. И это решение она принимала и с художественным руководителем, и с руководителем отдела продаж и маркетинга. То есть это большое количество людей в этом участвовало. И спектакль действительно из последних, и хорошие спектакли. Но всему приходит свое время, и на место приходят другие новые спектакли. Репертуар же постоянно обновляется. И мы с благодарностью принимаем и провожаем спектакли. Анна, Лиза, эти два года, что вы работали в стенах Русского театра, ваше мнение всегда совпадало с мнением Светланы Янчика? Или было, что вот она предлагает, а вы думаете, нет, я бы поступила иначе? Я думаю, что если бы мое мнение всегда совпадало с мнением Светланы Янчика, мы бы не сработались, это было бы очень скучно, это неправильно. Мы должны двигаться в одном направлении, мы должны понимать друг друга, относиться уважительно. Но у каждого человека свое собственное мнение. Означает ли это, что, возможно, какие-то принятые Светланы Янчика решения сейчас и вами будут отменены? Я бы не рискнула, так сказать, потому что все решения мы все-таки обсуждали. И это было бы неправильно сейчас что-то обсуждать, потому что я вступаю в должность с 1 февраля, и никаких таких серьезных изменений, ну, не время сейчас этим заниматься. Председатель Совета Русского театра Якалик заявил о своем выходе из участия этого Совета. Он считал, что на данную должность должен претендовать человек извне, а не изнутри. Что таким образом, ну, может быть, более хладнокровными будут решения. Как вы считаете, есть ли какое-то рациональное зерно в его мнении? И да, и нет. Это мнение все-таки у Яка, безусловно, очень большой авторитет в театральном мире, и к его мнению мы относимся с большим уважением. Но мне кажется и видится, что если бы сейчас в театр пришел новый человек, а у нас новый художественный руководитель, который тоже еще какие-то вещи не знает, это бы очень сильно затормозило бы развитие театра, то есть, ну, на несколько месяцев. И потому что новый человек, пока он все освоит, пока войдет в курс, а так мы просто продолжим двигаться дальше. Анна или Светлана Янчик останется в стенах театра в каком-нибудь статусе? Полномочия, Светлана, заканчиваются 1 февраля, и пока у нас не было никаких определенных планов. Одно скажу точно, что руководство театра Светлана не будет принимать участие. Анна Лея, успокойте или, наоборот, растревожите многих, которые переживают на эту тему, название «Русский театр» останется или будет изменено? Вы знаете, в стенах нашего задания эта тема не обсуждается. Обсуждается она, наверное, с журналистами. На повестке дня этот вопрос не стоял. Обсуждается в социальных сетях. Кстати, тоже очень активно зрители волнуются, переживают, будут ли какие-то ребрендинги. Но с нашей стороны ведь не было ни одного подобного заявления касательно ребрендинга и смены названия «Русского театра». Об этом в стенах «Русского театра» не думают? Нет. Классические произведения в классической интерпретации будут ставиться в стенах «Русского театра»? Да, вот уже осенью у нас будет «Дубровский», замечательный спектакль. Но сейчас сложно говорить, насколько он будет классический. Это все-таки решение режиссера. Расскажите, какие вообще ожидаются премьеры громкие в стенах «Русского театра»? Ну, нас ждет очень много интересных спектаклей. Вся информация уже есть на сайте. Но сейчас в феврале будет, как нам кажется, долгожданный такой спектакль. Почему долгожданный? Потому что он направлен прежде всего на молодого зрителя. Это история про мальчика, подростка, которому 14 лет, который про его первую влюбленность, отношения с родителями. Это очень важно, потому что это как раз такой возраст детей, которым очень сложно подобрать репертуар. Вроде как они уже выросли из маленьких, из детских спектаклей, еще не доросли до взрослых. Поэтому думается, что это будет интересная, очень важная работа режиссера Екатерина Корабельника. Анна Ли, почему русский театр в Эстонии важен? Почему важно, чтобы он был? Действительно, русский театр очень важен. Во-первых, это театр с историей. Это театр государственный. У него очень много поклонников, зрителей. И возраст этих зрителей от мала до велика. От самых маленьких зрителей до людей преклонного возраста. И репертуар очень-очень разнообразный. У нас же нет там что-то как, какие-нибудь современные ставятся, да, спектакли. У нас и классика, и мы открыты для всех. И это место встреч такой творческой интеллигенции, место интеграции. Потому что у нас ведь не только спектакли. У нас мастер-классы. И для беженцев детей из Украины вот проходили. И языковые кафе, и экскурсии на разных языках. У нас очень много интересного. И это место такое, центр сближения. Это место, где происходит диалог между разными людьми. Анна, или что лучше воспринимается зрителям? Что-то современное или что-то классическое? По-разному. Кто-то приходит увидеть современное, кто-то ждет классическое. Этим у нас занимается отдел продаж. Постоянно проходят какие-то опросы. И мы стараемся удовлетворять все-таки потребности наших театральных друзей. Труппы театра очень внушительные. Плюс еще большой штат работников, которые за сценой. У вас был опыт руководства таким большим количеством людей? Да, правда. Я занимала разные должности. Ну и в подчинении, в команде было от 50 до 500 человек. Очень много людей. Как здесь действовать? Есть ли у вас какие-то лайфхаки? Ведь все же такие, с трудными характерами, все творческие личности. Ну, знаете, это как в старом фильме. Когда научишься управлять тремя людьми, то тогда уже дело техники. Из стен театров в последнее время выходило достаточно много скандалов. Все это обсуждалось в прессе. Как сделать так, чтобы этот негативный шлейф немножко отошел в сторону и на первое место, на первый план вышло искусство? Мне кажется, для этого просто нужно прийти в театр. Потому что зачастую люди, которые комментируют, они годами не переступали порог театра. Нужно прийти, окунуться в эту атмосферу на месте и убедиться в том, что все хорошо. А с чем вы связываете вот это вот обилие новостей? Наверное, тем, что русский театр у нас один. И обсуждать что-то надо. Да, конечно. Иначе было бы, наверное, неинтересно. Но хочется все-таки, чтобы обсуждали наши творческие планы и достижения. То есть вам кажется, что это все немножко искусственно создано? Абсолютно. Да, это шумиха, и абсолютно она не нужна. Абсолютно не нужна, и в стенах театра это не ощущается. Можете ли вы назвать направление, в рамках которого будет осуществляться ваша деятельность? Ну, у вас, наверное, была какая-то презентация, да? Как вы видите будущее русского театра, когда вот как раз вы участвовали в конкурсе? Да. Расскажите нам какие-то основы. Я уже немножко упомянула. Нужно стараться, команда, и сделать так, чтобы театр был интересным и востребован. И прежде всего привлекать молодого зрителя. У нас есть прекрасная площадка, которая открылась. Это сцена ринга. Это такая сцена, которая очень подходит и для экспериментов, и для различных мастер-классов, и куда приходят ребята разных возрастов. И там очень много разных мероприятий проходит. И таких спектаклей, может быть, и современных, и непростых. Как вам кажется, что является главным для зрителя, когда он принимает решение пойти ему в театр или не пойти? Люди идут на конкретного актера. Люди идут на конкретное произведение. Что первостепенно? У всех по-разному. Кому-то нужно увидеть именно это произведение, потому что оно есть в обязательной литературе. Кто-то идет на любимого актера. Кто-то идет по рекомендации друга. Услышал, может, не собирался идти. То есть разные факторы влияют на выбор. Тогда давайте пригласим всех в стены русского театра. С удовольствием. Приходите, смотрите, наслаждайтесь этой атмосферой. Смотрите интерьер здания нашего театра. И мы всегда всех ждем. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что пригласили. Вы смотрели интервью для портала «Столица». Меня зовут Ольга Петрова. У нас в гостях была Анна Липяев, которая с 1 февраля станет новым директором русского театра. Анна Липяев, можете ли вы назвать свой топ-3 спектаклей, которые сейчас в текущем репертуаре вот вам очень нравятся? На что прийти в русский театр? Ой, как это сложно. У всех такие разные вкусы. Но мне очень нравятся «Страх и отчаяние» в Третьей Римской империи. И мне безумно нравится «Фигаро» и «На привязи». Ну и «Гудбай Берлин». Мне вообще все нравится. Надо на все приходить. На все обязательно. Скажите, ищет ли сейчас русский театр кого-нибудь в свой штат? Вот недавно только мы искали управдома, скажем так, заведующего хозяйством. Завхоза. Завхоза. Очень большой конкурс был. Поступило 28 заявок. И вот вчера человек приступил к должности. Рост налога с оборот. Каким-то образом вызовет рост цен на билеты в русский театр? Пока мы не планировали. И не планируете? Ну мы об этом подумаем, потому что многие театры действительно повышают. То на евро, то на два. Мы пока не обсуждали этот вопрос. И не надо. Вы молодцы. Спасибо.